Доброе утро всем! Сегодня 30 июня у нас. Ну что, отпуск наш подходит к концу. Завтра мы уже уезжаем. И сегодня мы проснулись, уже перекусили маленько дома и отправляемся на море. Сегодня с утра будем на море, а потом будем собираться, собирать вещи, закупать продукты в дорогу. У нас, собственно, такой вот день. Так что давайте его начинать вместе с вами. Пришли на море. Только что было солнечно. И смотрите, всё, опять небо затянуло. Вообще просвета нет. Но зато море сегодня такое спокойное. Волн фактически нет. Вообще вода очень хорошая. Немножко, конечно, там вот мутноватое, но ничего. Тихо, хорошо. Люди купаются, но нам пока не хочется очень так прохладно, свежо на улице. Пока просто сидим на берегу, дышим воздухом, любуемся. Продолжение следует... Я уже показывала, что мы отдыхаем на пляже вот напротив Аривы и Звездное, гостевой дом. И вот тут хорошая Галечка. Видите, вот мы с нами вообще как песок. Мелко. Комфортно ходить. Тут тоже у воды мелкая-мелкая Галька. Так. Я измеряю температуру воздуха. Двадцать четыре градуса где-то температура. И давайте сходим, замерим температуру воды. Мы посмотрим, какая вода сегодня. Смотрите, водичка достаточно прозрачная. Немножко есть медуз. Так, заходим выше колена. Глубина наступает достаточно быстро. Сюда от берега отошли совсем чуть-чуть и уже выше колена. Ниже двадцати трех градусов вода. Двадцать два и девять, наверное, да? Двадцать два и девять. Не меняется температура. Примерно одинаковая температура воздуха и температура воды. Посмотрите, насколько я от берега отошла. Совсем буквально пару шагов и уже выше колена. Так что, кто спрашивал, какой заход, вот такой достаточно резкий. Водичка вообще замечательная. Смотрите, какая тут берег вообще прозрачная-прозрачная. Морешко спокойное. Никакого мусора в воде нет. Замечательно. Хотя ночью был дождь. Зача, как дела? Ты ракушку нашла? Здорово. Нашла, папа нашел. А, папа нашел, я не слышала. Ты купалась уже? Да. Как водичка? Ну, нормально. Ну, сюда скажи. Нормальная? Да. И Куля играет с камешками. У него все замечательно. У тебя какой-то красивый камень. Да. 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 Круска есть? Да. Да, большой красивый камень. У него туска маленькая. Угу. Так красиво. Потому что у тебя, опять, опять, опять. Оп. Вдох. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 У нас время уже 12 час Небо стало ясным Все тучки и облака ушли Солнце жарит Температура воздуха прогрелась до 28,5 градусов И посмотрим сейчас сколько сейчас вода Мы замеряли воду где-то 8 утра Сейчас 12 час 11.07, если быть точнее Вода стала более мутная Потому что много людей купается Все со дна подняли Зашла так же выше колена Вот вода Немножечко стало потеплее 23,8 Народу очень много Жарко Мы последний денек наслаждаемся этим теплом И завтра уезжаем Очень хорошо Накупались Время практически 12 часов Мы как пришли Восемь Может даже раньше восьми Так и были Виколь Мы в другую столовую пойдем До Чинка Мы туда пойдем дальше Так что все Наверное, последний раз были на море Не знаю, вечером пойдем или нет Если погода будет хороша То в принципе можно вечером Учить нам продукты с собой в дорогу Потому что завтра У Женя никогда этим будет заниматься И собирать вещи Начинать Все Жалко Отдых так быстро прошел Моя шоколадка Викуля такая коричневенькая Покупальник такой след У нее остался Викули вчера купили Красивое платьишко 200 рублей всего хлопкового Такой сарафанчик Ну-ка дочитай, покажу Какой сарафанчик у тебя Тут вот надпись Сочи Ну, прикольно Это лето походит Копейки стоило Бежит, бежит, бежит Сейчас у нас папа занесет Круги все наши Домой И пойдем мы в столовую На обед Утром мы не ходили В столовую Так дома Кофе попили А в тенечке Хорошо Ветер такой свежий Обдувает Классно А на солнце Пекло Ой Последние моменты На отдыхе Просто надо Наслаждаться Этот день Провести С пользой Наш обед Мы в столовой Светлячок И вот такие Ценные Сейчас Поели в столовой Нормально Не очень Правда Вкусные Манты были Что еще Но остальное Вроде бы Все Ничего Нормально Все Идем домой Вики Будет Дневной Сон Отдыхать Я буду Работать Собирать Мы дома Уложила уже Викулю спать Она отдыхает Утомилась Вообще На пляже Сразу же уснула Я вот на балконе Сижу Сейчас работаю Смотрю Что на пляже Людей поубавилось На пляже Пекло Солнце Очень жарит Смотрите Уже не так много А то было Плотничком Людей Море хорошее Но В горах Все равно Облачно Я вот не знаю В такую погоду Стоит ли На красную пляну Ехать Потому что Все равно Мне кажется Там как туман Ну ладно Не съездили мы Уже в этом году Значит Будет повод Вернуться Так на улице Так на улице Тут небо Ясное Очень тепло Выше 30 градусов Думаю Сейчас жара Что мы Везем Из сувениров Из сувениров В общем Очень маленький набор Всяких разных Магнитов Набрали Так вот Это у нас Вообще из Ростова Когда мы его проезжали Магниты брала Я в магазинчике Где все по 40 Кроме вот этого Этот 100 рублей Стоил Видите Потому что он такой Более Красивый Вот эти вот Были магниты Все по 40 А вот эти Они такие Самые простые Гнущиеся Вообще купили в лавке Там где экскурсии Продаются Сколько 5 штук За 100 рублей В общем Очень выгодно Купили магнит Магнитики всем Такие вот Сувенирные Брелочки Именные Деревянные И Вот такие досочки Это подставка Под горячее Из можжевельника Это там Можжевельник Очень вкусно пахнет Мы уже покупали Как-то такие досочки Когда горячее ставишь Вообще аромат И вот такие они Красивые Фигурные Как мозаика Сочи Написано Вот 300 рублей Стоило Вот эти досочки Покупали мы Рядом с домом У нас на углу Улица Просвещения И Калинина Опять бутылочку Это Чача Моим родителям Хоть она и не натуральная Но родители Все равно просят ее Потому что у нас Такую нигде не купить И это Чурчхелла Там В бумагу Завернули Купила маме Попробовать Мама никогда не пробовала На Чурчхеллу В общем тут С грецким орехом И с фундуком Две штучки Ну собственно И все Больше мы Никакие сувениры Не везем Как в прошлом году Потому что На себе это все тащить Не очень хочется У нас нет Больших сумок Чтобы это все упаковать Ну что друзья У нас уже вечер Мы частично Собрали чемоданы Подготовили вещи Поезд То в чем поедем И сейчас вышли На набережную Хотим отметить Последний день Завтра уезжаем Где-нибудь посидим Я вот хочу на прощание Гонконгскую вафлю Съесть На обратном пути Надо зайти и купить За 350 рублей Вафля Там получается мороженое Всякие наполнители Ягоды Там какие-то вафельки В общем Выглядит прикольно Мне кажется Что это вкусно Сегодня вечером Уже не купались Хорошо загорели Я не знаю Видали на камере что-то Но я прям хорошо загорела И Викуля загорела Вообще У меня такие руки черные По сравнению С животом Так что вот идем Музыка отовсюду играет В общем уже веселье начинается Мы пришли в ресторан Фрегат Заказали тут себе блюд Такие цены можете посмотреть И для бикули есть Что покушать И для нас И самое что Здорово Вид на море Мы сидим на улице Красота Будем любоваться закатом И кушать Вот барное меню Такие цены Ну что Празднуем отъезд Принесли нам салат Цезарь Пиво Нефильтрованное Фрегат Называется Викули пока только компотик Принесли Цезарь кстати с лососем Выглядит аппетитно Сухарики такие Большие Будем пробовать Надеемся что вкусно Я уже заказал карбонару Огромная-огромная тарелка И в середине Немножко карбонары Может на вкус хотя бы будет Цезарь кстати мне не очень понравился Рыба Помидоры Много салата И вот такие вот лопухи Из хлеба Сверху немножко сыра В общем все Больше ничего нет Ну так Я заказала Теперь люля-кебаб Тут лаваш Лучок Викуля у нас пельмешки любит Пельмешки будет кушать Ни в одной столовой не было Ну и Леша Карбонару Так что Будем пробовать Так По сумме Получилось вот так Можете посмотреть Нормально Посидели Такое вот место Фрегат Кафе-ресторан Получается есть столовая Как типа столовая Вот она Уходится тут Кафе там тоже во дворе И есть там на набережной Вот место где посидеть Цезарь честно мне не очень понравился Потому что Как-то бедновато Кстати вот сейчас покажу Вот этот фрегат На улице можно посидеть Вот место такое Вот во дворике И вот есть на набережной Вот как выглядит Все У них тут на улице во дворе Так тоже симпатично Фонтан Пальма Тоже можно тут Но мы заходили На берегу моря Люля-кебаб Понравился Карбонара Тоже Леша сказал Что вкусно Ну вот Цезарь Как-то подкачал Честно сказать Потому что Я ела Цезарь У нас В Челябинске В караван-сарае Гораздо вкуснее И вкусные сухарики И вкусные Там с яичком Ну то есть там больше ингредиентов Чем тут Такое А стоимость-то Нормальная Дороже Чем в Челябинске Ну а остальное Все понравилось Хороший вид Так что Три Половины тысячи Нормально Я думала, что тысяч пять Получится Потому что Люля-кебаб Получается на вес Я такая здоровая была Я думала, что Много вытянет Ну вот Бекули, пельмешки Тоже Ты пельмени-то пробовал? Нет Нет Ну мы с тобой их завернули Потому что Вика все не съела Да, мы уже просто Объелись Вообще Хоть и показалось, что Карбонары там мало Но на самом деле Нормальное количество И люля-кебаб большое Или большая Не знаю, как Люля-кебаб Это кто? Он? Она? Оно? Он? В общем Нормально Отметили Отпраздновали Наш отпуск Который завершился Все Завтра мы уезжаем Сейчас идем в магазин Нужно купить нам Еды в поезд На три дня Викулечка Ест леденец Это папа Папа купил Да Веки счастья Папа купил леденец Так что вот Нужно сейчас купить продуктов Ну и еще по мелочи И пойдемте уже домой Друзья Ну и вот знаете Подведем итог Вот насчет коляски Многие мне писали Что зачем мы беретесь Что ребенок уже взрослый Ходит ногами Мы бы с ума сошли Честное слово Мы на коляске везде Вот сколько мы гуляли Мы же много Пышком ходили Мы везде с коляской Даже вот сейчас Пошли в ресторан Она в коляске Она не хочет Даже там сидеть Или еще что-то Там может там Леденец спокойный Поесть Где-то Если мы долго идем Тот же какой-то мультик Посмотреть Ну ребенку Это как бы не так Еще интересно Все прогулки Она еще маленькая Не понимает Три года 20 плюс тысяч шагов Взрослых Ну мы 20 тысяч шагов Проходили Мы бы просто тогда Никуда не ходили У нас был бы отдых Дом-пляж Дом-пляж И все Ну в столовую Заходили по пути А так Нас коляска Очень сильно выручила Мы нисколько Не пожалели Что ее взяли Вике еще Напомню Кто Недавно на моем канале Вике нет Трех лет Вике три года Будет только в августе Сейчас июнь То есть ей два года Тут и десять Небольшим месяцем Поэтому Если у вас дети Не могут много ходить Километров Я считаю Что брать коляску надо Многие мне пишут Что и в четыре года Берут коляску И в четыре с половиной Потому что все равно Это ребенок Даже самим удобно Магазин куда-нибудь Зашли Тут даже скинули В коляску И все Идешь налегке Да Покупки все Можно загрузить В общем Удобна эта вещь Кто вот сомневается Даже не сомневайтесь Она складная коляска И удобно Все Ее сложил Как чемоданчик Мы специально Убрали для путешествий Чтобы там можно И было и в самолет И на поезде Ну то есть Вообще Это замечательная вещь Замечательное изобретение Конечно Тут есть в аренду Можно взять Мы видели даже место Где в аренду Сдают коляски Но я не знаю Какая стоимость Но раз у нас уже есть Мы специально Покупали ее Для этих целей То как бы Мы уже в аренду Не брали А взяли свою Так вот В магните Цены на фрукты Маленькие Ну что Обратила внимание Что бананы Дешевле Чем у нас Может быть Конечно В Телябинске Сейчас тоже Цены изменились Но в последний раз У нас были Выше 100 рублей Такие цены Так Пойдем дальше Так 59 Арбуз Помидоры Огурцы Я хочу купить Там в палатке У товарища У дома Так Яблоки Пойдем Вот такие цены Смотрите Будем закупаться В зале бананчиков В фекуле Дорогу Нет Не буду Картошку Варить Картошка 65 Так На детское питание Цены Вот такие Кому интересно Смотрите Подгузники Цены На колбасу Ребята Смотрите Мы сейчас Брали Вязанка Вот мы Которую Берем Сейчас Пакция 156 рублей Была Вообще По 130 Рублей Нормальные Цены Как Везде Не знаю Взять Вот этот Сыр Или Не взять В поезд Треугольничками Все Друзья Мы дома Уже Темно У нас Поздно Стрим С вами Вместе Провели Так Что Последний Наш Такой Пейзаж Ночного Адлера С высоты 14 этажа Будем Очень сильно Скучать Морюшко Очень тепло Всем Спокойной Ночь До Завтра Покупки Продуктов В дорогу Покажу Уже Завтра